Здравствуйте, дорогие друзья! Новая недельная глава Хаэй Сара. Сложная глава и сложный урок у нас, потому что это касается сложных вопросов жизни и смерти. Глава называется «Жизнь цары», а начинается она с короткого кусочка, когда умирает цара. Почему так? Почему здесь соединили жизнь цары с уходом ее из этого мира? Как происходит? Знаете, многие люди теряли близких, теряли друзей, теряли знакомых. Равина критически относится к тому, кто слишком долго плачет. По их словам, Господь сам говорит так о своих людях, вы что, более сострадательные, чем я? Маймонит утверждает, что человек не должен становиться чрезмерно разбитым из-за смерти другого, ибо сказано, не горюйте за мертвыми и не оплакивайте их. У нас в иудаизме есть предел. Больше года обычно есть первых 7 дней, но до года вообще есть такая скорбь. Что значит не плачьте слишком сильно? Смерть это один из путей этого мира. И тот, кто чрезмерно скорбит из-за них, он не все понимает. За исключением редких случаев, предел еврейской скорби, повторяю, составляет год. Тем не менее, осознание этих вещей не всегда помогает. Мы не властвуем над своими эмоциями. Утешение других не всегда подготавливает нас собственному опыту. Еврейский закон регулирует только внешнее поведение, а внутреннее чувство, как ты отрегулируешь. Самый, вот был в истории потрясающий эпизод. Люди жалуются, что нет воды. Маше совершает поступок через воду, помните, бьет по камню, получается вода. И Бог приговаривает Маше к наказанию за то, что не было у тебя достаточно веры в меня, ты не приведешь этих людей в землю. Комментаторы спорят, что именно сделал Маше не так. То ли тот факт, что он разозлился на людей, то ли то, что он ударил по камню. Но нас сейчас это не интересует. Что озадачивает еще больше, то почему он потерял контроль в этот момент. Он и раньше сталкивался с проблемами. Помните, там в главе исход израильтяне жаловались, что воду невозможно пить, потом жаловались на мясо, там, все это было. Но Маше ни разу не совершал ошибку. А вот сейчас совершил. Почему? Еще сложнее понять, это порядок событий. Бог уже сказал Маше, что надо сделать. Он сказал, собери людей, поговори с камнем, появится вода. И тем не менее, Маше, Маше Робейну, великий Маше ошибся. Почему? Почему он взволован именно этой ситуацией? Если посмотреть, Тора, оказывается, за буквально маленький промежуток этого времени погибла Мирьям. И там она похоронена. И только после этого говорится, что не было воды. Поймите, не в Мирьям было дело, вопрос был в другом. Это старшая дочь Маше. Он с ней все время был связан, обязан ей своими многими вещами. Она его там, когда его положили в корзинку. То есть, потеряв ее, он лишился не только сестры, но и человеческой основой своей жизни. Сталкиваясь с горем, мы теряем контроль над своими эмоциями. Мы злимся, когда ситуация требует нас покоя. Мы там нервничаем, я знаю, даже к утешению не всегда принимаем. Даже когда сам Бог говорит, что надо сделать, в данном случае Маше он сказал, мы слышим одним ухом, потому что мы поглощены своими проблемами, своим горем. Поэтому вот недельная глава, она не говорит о смерти, она говорит о жизни. Бог вечен. Мы уходим через 120 лет. Как говорится в молитве Рошашана, мы в фрагменте керамики. Кровинка, цветочек, что увянет, тень, облако, дуновение ветра, что хотите. Мы к пыли вернемся, а Господь вечен. Итак, Сара умерла. И что дальше? И тем не менее, смотрите, Авраам, он весь как бы собрался и занимается чем похоронами своей жены. Он покупает у хетов пещеру Махмела, он все время в работе. Он не дает горе вообще сломить себя. Есть такой фундаментальный принцип индуизма. Да, смерть оскверняет. Написано, что после кладбища этот человек считается, что он коснулся нечистоты. Кстати, для большинства религий на протяжении истории жизнь после смерти более реальна, чем сама жизнь. Египтяне считали, что там живут боги, греки, римляне считали, что там живут наши предки. Многие говорят о справедливости, мусульмане думают, что там находится рай. Жизнь после смерти и воскрешение мертвых является фундаментальным, неопровержимым принципом религии. Нашей религии. Однако всегда в еврейских танах об этом мало говорит. Он создачивается на поиске бога в жизни, на этой планете, вопреки нашей смертности. Мертвые не восхваляют бога, сказано в псалмах. Бога надо найти в нашей жизни, с ее трудностями, опасностями, утратами, скорбью, со всем этим. Может мы являемся просто пылью, как говорил Авраам. Однако жизнь это бесконечный поток. Написано, что мы приходим в эту жизнь один, два, три, много раз. Мы воплощение души, мы плоти кровь, мы стареем, теряем тех, кого любим. Внешне мы, ну как бы, сохраняем иногда контроль, однако внутри мы громко плачем. Жизнь, тем не менее, продолжается, а то, что мы когда-то начали, продолжают другие. Те, кого мы любили, продолжают жить внутри нас. И так произошло с Авраамом и Саром. Ибо любовь имеет ту же силу, что и смерти. И ту же, что добро, которое мы вершим. Добро никогда не умирают. И Сара никогда не умерла, потому что то, что она делала в этой жизни, осталось. И мы с вами на сегодняшний день можем подтвердить. Правильно сказано, жизнь Сары. Сара жива, так как жив Авраам. Так как живы все предки, которые научили нас тому, куда идти. Они показали нам дорогу и никогда не уйдут из нашей жизни. Брахава, Ацлаха. И пусть так будет всегда. До 120 лет всем. До 121, ладно? Брахава, Ацлаха.